Грандиозное действие в память о легендарном параде 1941 года развернется на площади Куйбышева 7 ноября. Он будет еще более масштабным, чем предыдущие, заявляют организаторы. В небе пролетят два самолета Як-52 и еще один ПО-2. Гости парада смогут увидеть мотоциклы, грузовики, самоходные машины, автоприцепы времен Великой Отечественной войны, а также технику, которая сейчас находится на вооружении действующей армии. В ноябре 1941-го советская армия показала свою мощь всему миру, тогда парад в Куйбышеве сумел повлиять на ход истории. В этом году парад памяти посвящен молодежи. К участию в параде памяти пригласили и воспитанников Казанского суворовского военного училища. Они пройдут в общей колонии строевым шагом. А в следующем году к ним смогут присоединиться и самарские кадеты. В будущем году, я в этом совершенно уверен, будет открыто кадетское училище в городе Самаре. И мне очень хочется, чтобы уже на будущий парад по площади Куйбышева прошли наши самарские кадеты. Празднование не ограничится одним днем. До конца года в Самару привезут боевую машину десанта. Ее планируют установить на улице Мичурина на площади памяти участников локальных войн. Памятник будет представлять собой боевую машину десанта. Скажу, что эта инициатива, она родилась в рамках работы по подготовке парада памяти. Но окончательное очертание обрела в момент, когда мы открывали памятную доску на 64-й школе, которой было присвоено имя Героя России Виталия Талабаева. Имя Героя России воина-афганца впервые присвоено Самарской школе. Теперь это может стать традицией. В Самаре планируется открытие еще нескольких мемориальных досок в память о героях локальных войн. Павел Баймаков, Мария Иваткина, Сергей Баскин. События.